В рамках рубрики «Хочу сказать» мы узнаем у сыровчан, как часто они пользуются интернетом и что они там полезного для себя узнают. Пойдемте. Скажите, сидите в интернете? Ну, да. Расскажите, где сидите и чем он полезен? Ну, наверное, в социальной сети, поиск информации там для учебы. Скажите, сидите в интернете? Нет. Нет, ну, знаю, что такое, но не интересуюсь так. Откуда же вы информацию берете? Мнушка. Она там, у нее все есть. Я ей звоню, это она мне дед, так и так все, и все. Сейчас везде все можно найти в интернете. Ну, конечно, социальные сети, там, ВКонтакте, Инстаграм. Там, а так, Гугл, ну, везде поможет. А чем вообще полезны социальные сети? Там же вот ничего такого нет. Ничем. Распространением рекламы только, если можно сказать. Ну, и общение там, если люди далеко живут, удобно. И все. В плане учебы и так, по хозяйству. Ну, для учебы много интересного можно взять. Для каких-то докладов, ну, для рукоделия можно много чего посмотреть. Просто по интересам. Ну, а расскажите, вот, вы там конкретно что делаете? Нет, ну, у меня сейчас учеба проходит в интернете наполовину. Всякие, ну, тоже статьи. Такие. Пишем в интернете смотрим. И все. Интернет там пользуетесь? Нет. Почему? Да, зачем он? Мне уже много лет. А как же, откуда вы информацию берете? Отовсюду. Кто-то что скажет. Нет, спасибо. Сейчас отделиться информацией. Просто это будет гораздо быстрее, чем в жизни. Поэтому информация быстрее, так сказать, адресовывается, меняется, обменивается. Поэтому это как бы ускаривает все процессы. Я так думаю. А что вы? Ну, вообще интернет – полезная штука? Конечно. А чем? Тем, что она делает людьми ближе. То есть не надо пользоваться телефоном или искать людей, как раньше было. То есть можно спокойно написать человеку. Вот. Новости тоже можно в интернете прочитать. Интернет – полезная штука, я бы вам сказал. Не пользуюсь девушкой. Потому что с компьютера работать не могу. Глаза болят. Работала много лет до пенсии за компьютером. И глаза заболели. Так что у меня профессиональная болезнь глаз. Поэтому мне смотреть нельзя. Даже телевизор нельзя смотреть. А еще в интернете можно записаться к врачу, заказать еду, почитать книгу и записать интересные видосы и выложить их на YouTube. С вами была рубрика «Хочу сказать». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова